Партнер программы сеть детских клубов Ети и Дети Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Меня зовут Света и сегодня я снова в компании Богдана и Женечки. Для тех, кто не смотрел нас вчера, важная информация. Мы находимся в удивительном месте, в стране безопасности. Здесь учимся простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. Наверняка, ребята, вы уже о многом знаете, Богдан, от взрослых, от своих родителей, учителей. Но это как раз тот случай, когда можно повториться. Вы со мной согласны? Да. Согласны? Отлично. Итак, по результатам первого конкурсного дня лидирует Богдан. Но у него всего лишь на одну фишечку больше, чем у Жени. Тема нашего сегодняшней программы, ребята, это «Правильное, а значит, безопасное поведение на улице, когда рядом с вами нет взрослых». У каждого из вас, ребята, на стенде есть картинки. И ваша задача – объяснить, что хорошо, а что плохо делают дети. За каждый правильный ответ можно заработать две фишки. А вот если сопернику придется вас дополнять, то одна фишка перейдет в его копилку. Итак, давайте выясним, кто начнет первый объяснять, что нарисовано на картинках. Кто хочет быть первым? Жребий сейчас определит, кто хочет быть первым. Кто найдет фишку, тот и начнет комментировать свои картинки. Выбирайте. Быстрее, Богдан, выбирай. Женечка начнет первая. Девочки, уступим. Итак, подходим все сейчас вот к этому стенду, к Жениному, раз она у нас первая. Женечка, итак, пожалуйста, начинай комментировать ты. Нужно объяснить, что плохого, что хорошего делают дети, и в чем опасность каждой из этих ситуаций. Пожалуйста, с какого рисунка ты начнешь? Вот этого. Так, что здесь делает мальчик? Он бежит по дороге, когда едут машины и автобусы. Скажи, правильно ли мальчик делает? Нет. Нет, конечно. А в чем опасность такой ситуации? Он бежит, и в него могут врезаться машины, и он может получить... Получить либо серьезные травмы, либо вообще, не дай бог, и умереть даже. Правильно, Жень, хорошо ты здесь все ответила. Следующую, давай, картинку выбирай, будем комментировать. Следующую. Так, здесь, что здесь у нас происходит? Мальчик уронил мяч, и он бежит на дорогу, а тут едет машина. Скажи, пожалуйста, должен ли мальчик любой другой на его месте, если вдруг мяч покатился на проезжую часть, вот бежать за ним на проезжую часть? Нет. Можно так делать? Нельзя. А иначе можно угодить под колеса... Машины. Машины, конечно. Хорошо, Женюш. И последнее, еще одну картиночку выбери какую-нибудь. Так, здесь, что здесь происходит? Тут мальчик идет по льду. Причем, Женюш, по тонкому льду. И он мог бы упасть, если бы собака его не держала. То есть вывод какой делаем, Жень? Что делать так? Что-то делать нельзя. Ни в коем случае нельзя, ни в коем случае. Так, хорошо, Жень, ты справилась со своей задачей, заработала у нас фишки, а теперь возможность заработать фишки у Богдана. Да, давай. Вот остались твои вот эти три картинки. Можешь по очереди объяснять, что здесь у нас происходит? То, что мальчик, ну, с собакой гуляет под мотоциклом. Так, это здесь велосипед стоит. В чем, вот как ты считаешь, правильно он делает или не совсем? Нет, велосипед может упасть. Так, а еще что может случиться? Мы не знаем, его это собака или это дворовая чужая собака. Если это дворовая собака, она может его укусить. Нельзя ни в коем случае дразнить, не то что свою собаку, а даже чужую подавно. Так? Хорошо. Дальше, следующую картинку объясняем, Богдан. То, что тут дети разговаривают с незнакомцем. Правильно. И он что делает тут, видно? Он хочет их забрать. И он чем-то их угощает, да? То есть заманивает детей. Что, можно ли так делать, Богдан? Нет. Если бы к тебе подошел незнакомец и сказал, давай-ка тебе, мальчик, конфеткой угощу, пойдем я тебя отведу, покажу тебе что-то интересное, ты бы пошел? Нет. Молодец, правильно, я объяснил правильно и поступил бы в такой ситуации тоже верно. Хорошо, фишки у тебя уже в коробочке, можно считать. И последняя картинка. Объясняем, комментируем. То, что вот этот мальчик катается, ну, вверх ногами на качеле. Можно так делать? Нет. Так называемое солнышко ни в коем случае нельзя. А здесь тоже, посмотри, мальчик что сделал? Он спрыгнул и ему качеля ударила сзади. Она, может быть, и не ударила, мы здесь не знаем. Но факт, что он качался и еще не успел остановиться, уже спрыгнул качеле. А так делать категорически запрещается, правильно? Хорошо, ребят, отлично вы справились с этим заданием. Давайте присядем и получим фишечки, которые вы заработали. Итак, за каждый правильный ответ по две фишки. Итого шесть заработала Женечка и шесть заработал Богдан. Так. И, Богдан, ты свои фишки держи. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так. Ребята, молодцы, на все картинки вы прокомментировали правильно. Ну, скажите мне, пожалуйста, все ли опасные ситуации, которые могут с вами случиться, изображены на этих картинках? Нет. Нет. Правильно, ребята. Конечно же, не все, их намного больше. И сейчас об этом мы подробнее поговорим с нашей хорошей знакомой Марией Александровной из МЧС. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. 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 Заметить невозможно. Если наступить на такую прикрытую асфальтом пустоту, можно упасть в глубокую яму, а в некоторых случаях даже наполненную кипятком. Чтобы не оказаться в опасной ситуации, запоминайте. Признаками прорыва могут служить доносящиеся из-под земли журчащие и гудящие звуки, легкая вибрация почвы под ногами, бегущая из земли вода, лужи с бурлящими посередине водоворотами, вырывающиеся из-под земли пар, проседание или вспучивание тротуара. Ни в коем случае не приближайтесь к таким местам. Попытайтесь найти другой путь для обхода опасного участка. Расскажите взрослым об аварии и попросите вызвать аварийную службу или сообщить по телефону экстренной службы 112. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, вот и второй конкурсный день подходит к своему завершению. Но впереди у нас, как всегда, еще решающие испытания. И пройти, которое будет очень легко тому, кто очень внимательно сейчас слушал Марию Александровну. Итак, наш конкурс называется «Руки, головы, хвосты». Я буду читать вам высказывание. Оно может быть правильным и неправильным. Если вы с ним согласны, то вам необходимо будет кивать головой и вилять хвостиком. Нужно представить, что у вас есть хвостик. Сейчас потренируемся. А если не согласны с высказыванием, то нужно отрицательно качать головой и ручки спрятать за спину. Я думаю, что это задание вам легче будет выполнять стоя, поэтому давайте встанем и потренируемся. Встава, остановитесь вон там. Итак, тренируемся. Я говорю, врать некрасиво, даже если никто об этом не узнает. Вы согласны со мной? И что еще делаем одновременно? Виляем хвостиком. Виляем хвостиком. И качаем головкой. Вот так, молодцы. Хорошо. Дорогу можно перебегать на красный свет, если нет машин. Женечка, ручки за спину прячем. Итак, я смотрю, поняли вы. Поэтому я предлагаю начать. Каждый правильный ответ стоит две фишки, ребят. Итак, первое высказывание. Если из-под земли бьет фонтаном вода, то близко к такому месту подходить нельзя. Вы не согласны с тем, что я сказала, только что прочла? Близко к такому месту подходить нельзя. Ну, уже поздно исправляться. Но здесь правильный ответ был да. Нужно было кивать головой и вилять хвостиком, ребят. Потому что к такому месту действительно близко подходить нельзя. Фишки я вам не даю. Читаю следующее высказывание. Большая лужа посредине тротуара. Это интересно. Можно проверить ее глубину. Молодцы. Хорошо. Ответили верно. Богдан был чуть-чуть быстрее Жени. Поэтому ему три фишки за скоростью одной и за правильный ответ. И две фишки Женечки. Так. А почему нельзя подходить, заглядывать? Потому что можно провалиться. Или утонуть, или обжечься. Ни в коем случае нельзя так делать. Слушаем следующее высказывание. Если на асфальте образовалась впадина, то лучше на нее не наступать. Хорошо, хорошо, молодцы. По две фишки. Каждый заработали. Ответили верно. Быстро среагировали. И последнее высказывание, ребята. Слушаем внимательно. Если увидел на улице экстренную ситуацию, надо сообщить взрослым или позвонить по телефону 101 или 112. Так, Богдан ответил верно. А Женя нет. Это правда. Действительно, по номерам 101, 112 нужно звонить и сообщать взрослым. Правильно. Запоминайте. Так, теперь вы можете присесть, ребята. И поскольку больше у меня сегодня заданий нет, поэтому вам осталось только посчитать. Сколько фишек вы заработали во второй конкурсный день? Жду от вас общего количества. 12 у Богдана и 10 у Женечки. Очень хорошо. Тоже практически с равным счетом закончили второй конкурсный день. На сегодня все, ребята. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»